День добрый, с вами программа Человек Веры. 1 января 1972 года в Екатеринбурге у рабочего атомной электростанции и учительницы музыки родился сын, Алексей Матвеев, которого мы сейчас знаем как отца Флавиана, настоятеля Крестовоздвиженского мужского монастыря. О нем сегодня и будет наш рассказ. Примерно с 12 лет передо мной встал вопрос смысла жизни. И этот вопрос стал как раз потому, что я к этому времени в коммунистической идеологии не испытывал абсолютно никакого пиетета. Так сложилось, что где-то примерно после первого класса, мне тогда было 7 лет, я задумался над коммунистической идеологией в том виде, в которой нам ее преподавали в школе. Задумался и сказал себе, ну вот, ладно, хорошо, может ли вообще человек жить таким образом, чтобы трудиться со всем усердием, со всей ответственностью, но потреблять лишь только то, что ему нужно, только то, что нужно ему для самого простого поддержания жизнедеятельности. И я сказал себе, нет, такого не может быть никогда, это может быть лишь только из-под палки, либо из какого-то воздействия извне. И вот с 7 лет я уже в коммунистическую идеологию не верю. И вот в 12 лет встал вопрос, а в чем же тогда смысл жизни заключается? Я не мог найти ответ на этот вопрос и что-то выдумывал, что-то фантазировал, искал себе какие-то ответы, но все это было фикция, все это было нечто выдуманное, надуманное. А я нуждался в том, чтобы мне действительно приобрести смысл жизни, найти его. И вот когда мне исполнилось 16 лет, я примерно три вечера подряд читал Евангелие от Матфея. И вот на третий день я закончил это чтение, уже было времени около полодиннадцатого вечера, горел торшер, за окном было уже темно, я был в 11-й комнате. И вот я закрыл книжку и чувствовал, что внутри меня происходит какое-то борение. Это было что-то необыкновенное. Я прислушался к своим мыслям, прислушался к тому, что я думаю, чувствую. И понял, что моему научному атеизму приходит конец. Потому что я абсолютно убежден, что все, что я прочитал в Евангелии от Матфея, все то, что я, вся та информация, которую я получил в течение этих трех вечеров, эта информация абсолютно правдивая. Это не может быть ложью, не может быть выдумкой. Это правда. И вот минут 20 вот так вот поразмышляв, я сказал себе, «Все, я кончаюсь со своим атеизмом, я нашел смысл жизни, этот смысл Иисус Христос, о котором я прочитал в Евангелии от Матфея». Спустя какое-то время семья Матвеевых переехала из Екатеринбурга в поселок Заречный, где Алексей окончил школу и два с половиной года проучился в Белоярском техникуме атомной энергетики. Но поняв, что хочет служить не техническим прибором, а людям, поступает в Екатеринбургский медицинский колледж на фельдшерское отделение. О том времени отец Славиан может рассказать множество интереснейших историй. Вот, например, одна из них. Когда я поступил в техникум, первые полгода я как-то очень плохо учился, и сложно мне было просто после школы перестроиться на новые рельсы. Все-таки в техникуме гораздо более высокие требования, и сам по себе Белоярский техникум атомной энергетики – это такое серьезное учебное заведение. И в первые полугодия у меня из рук плохо шли дела, и в то же самое время в нашей группе был, прямо вот из первокурсников, был Илья, такой молодой человек, очень такой рослый, спортивный, он и спортсмен, и общественник, и отличник. И вот прямо вот начальство на него прямо не знало, как нарадоваться. И вот как раз 7 ноября демонстрация, посвященная этому коммунистическому празднику. И вот подходит к нам завуч и говорит, «Вот, дорогие ребята, мы вот Илью Решетникова решили так вот отметить, он у нас самый лучший ученик, спортсмен, общественник, вот мы ему доверяем нести эмблему нашего техникума. И вот Илюша, давай, неси, так держать. Ну, а в помощь ему вот кого-нибудь тоже из хороших учеников. Вот Игорь Решетников, иди давай, неси». И говорю, «Ой, не-не-не-не, только я не пойду. Ну, давай, вот там Максим Уходяков, кто-то еще». «Не-не-не-не, все как один, это самое так…» «Не-не, мы не понесем». Она говорит, «Так каково же просить? Неужели Матвеев, он у нас самый худший ученик?» «Да-да-да, вот его, вот он пусть и несет». А я так стою, смотрю, «А я ничего, я согласен». И так мы этот транспарант и несли. И нас даже так сфотографировали, и моя сестра в альбоме даже такую надпись сделала. «Первый и последний». Вот, самый лучший ученик и самый худший. Вот, но наши потом над этим снимком очень потешались. Проучившись два года в техникуме, отец Флавиан принимает важное решение – креститься. И он приходит в Ивановскую церковь к отцу Иоанну Осиповичу. А затем, обучаясь в колледже, он знакомится с отцом Дмитрием Байбаковым, который в то время еще тоже был студентом, но уже служил старшим алтарником в Вознесенском храме. Именно он пригласил отца Флавиана понамарить в этом храме. В то время, вот, когда он стал жить один с 17 лет, жил у нашего дядюшки вот здесь вот на Семи Ключах, вот, дядя рассказывал о нем, что вот, Алеша говорит, такой интересный человек, говорит, то у него молитвы, строгий пост, играет магнитофон только богослужебную музыку, тут же он берет гитару, начинает играть какие-то современные песни, тут же у него звучит современная музыка, он очень вот группы Alphavile любил, и Аха вот у него такой любимый, вот в то время, я думаю, еще какие-то группы были любимые, вот, и, то есть, вот, он таким же оставался разносторонним, очень любил, так сказать, вот, даже вот мирскую музыку, все, ничего не отвергал, какие-то передачи смотрел, то есть, он не был таким замкнутым, затюканным, в связи с тем, что он стал христианином, вот так вот вдруг, как бы, можно сказать, он сначала-то выбился из нашей семьи, а потом, как бы, подтянулись и остальные, вот, стали вот и папа, и мама, мама даже пела в церковном хоре, то есть, вот, как-то стали относиться и к вере, то есть, раньше же разговоров о вере в нашей семье вообще никогда не было, и в Заречном, в поселке, где мы жили, никаких ни храмов не было, и, то есть, вот, все, он, как бы, все основы, вот, все веры, это только вот он в Екатеринбург приезжал, и в храм сам, вот такой юный еще, сам вот все это брал, все основы православия. До пострига в монахе отец Флавиан служил в Покровском храме села Рудянского Сухоложского района. От 30 июля 1994 года он стал первым подстриженником монастыря Всемилостивого Спаса. Спустя год и три месяца он становится иеромонахом в новооснованном крестовоздвиженском монастыре, а в 96-м году его настоятелем. Отцу Флавиану было тогда всего 24. Через три года он назначен наместником Свято-Николаевский мужской монастырь в Верхотурье, оставаясь при этом на своей прежней должности. Но через полгода с приходом на Екатеринбургскую кафедру владыки Викентия, отец Флавиан просит вернуть его в крестовоздвиженский монастырь, настоятелем которого он является и по сей день. Интересна была реакция мамы на мое пострижение в монахе. Несмотря на то, что я уже к тому времени был священником и уже фактически дал обед безбрачия, ведь священнику, не вступившему в брак до рукоположения, жениться по церковным правилам нельзя. Вот она это знала, но тем не менее, как-то в ее сознании пострижение, это уже что-то такое, что должно отвергнуть ее сына от мирской жизни уже совершенно. И вот она, узнав о том, что я собираюсь постригаться, и переезжаю в монастырь, она поехала к владыке Никону и просила, чтобы меня скоро не постригали. Она говорила, вот он еще маленький, еще ничего не понимает. Но мне тогда 22 года было, и поэтому вы не торопитесь с его пострижением. Вот давайте как-нибудь так вот, чтобы он там пока пожил, пока обосновался, посмотрел, как и что. Вот епископ ее успокоил, сказал, да конечно, что мы не будем ее, не будем его так скоро рукополагать, ой, скоро постригать. И действительно, не стал торопиться, не в этот же день меня пострига на следующий. Тогда я помню ночами и плакала, и думала вообще о наших отношениях, что как я зайду, как я ему скажу, как я его назову. Это очень было для меня сложно, что какие у нас будут отношения, как я буду с ним общаться. Я думала, что он будет такой очень неприступный, очень такой чужой для меня вдруг станет, потому что он священник, я очень благоговейно относилась к священству. Вот. И когда я приехала, вдруг звонок в дверь в эту вот квартиру, и вдруг заходит отец Флавианович, отец Алексей заходит, конечно. Вот. Он только вот рукоположился, я приехала. И все. Улыбка, та же улыбка, те же разговоры, я прямо оттаяла. Я просто была это... Не ожидала. Думала, что у нас будут какие-то очень натянутые отношения. И вообще он показывал крест священнический. Я думала, что это что-то такое, что нельзя к нему не притрагиваться, ничего. Он лежал у него аккуратненько в коробочке, и я прямо боялась даже подойти рядом. Интересно то, что как раз вот к этому периоду относятся восстанавливания моей сестры. И летом, когда меня рукоположили во священника, она поехала учиться, поступать и учиться в Тобольскую духовную семинарию на регенский класс. И вот она возвратилась уже, поступивши, и встречает меня как священника. Вот. Очень была такая радостная встреча, что вот она тоже вступила на этот путь. Два года назад благодаря батюшке все мое семейство, то есть включая мою маму, жену, сына, ну и меня в том числе, отец Славяна крестил. То есть в своем монастыре в Крестовозвиженском. Вот. Поэтому мы все сейчас являемся прихожанами этого монастыря. Отец Славян является помощником благочинного Центрального церковного округа по Екатеринбургу. И по его благословению, а также по благословению архиепископа занимается организацией крестных ходов. Конечно, крестные ходы, это несомненно древний обычай. Религиозное шествие это скажем так с самого начала того, когда христианство получило возможность существовать легально. И сейчас крестные ходы не утеряли своей актуальности. Потому что когда ты предпринимаешь какие-то усилия для того, чтобы вообще выйти из дома в облачении вместе пройти через весь город или даже куда-то в отдаленное место пойти, то это вообще очень помогает почувствовать свое единство с церковью. В том числе единство среди нашей священнической братья, когда все вместе идем, превозмогая трудности, то и в среде мирян точно такие же эмоции. Где трудно, нам трудно, но мы вместе. Это такое очень хорошее средство укрепить свою веру и засвидетельствовать о ней перед внешними. В том смысле, что каждый из нас как бы держит ответ. Вот моя вера, и вот мы идем вместе для того, чтобы ее показать. Для меня это действительно большое событие, которое позволяет, не знаю, это благодать, это совершенно другое ощущение души, когда участвовать. Такой дух есть, благодать. Вот. И вот идешь, и благодать, и сил сразу прибавляется, и это радует. Это и покаяние, это и очищение, и душевное, надеюсь, что душевное спасение. Люди, наверное, после этого крестного хода уверуют больше, увидят, что еще есть такие обычаи русские. Понятно, что крестный ход это же благодать Божья. Понимаете, а сейчас мир, как говорят святые люди, сейчас вся прескодня на земле. Ой, извините, я волнуюсь. Поэтому сейчас нам надо, конечно, участвовать в таких ходах крестных. Конечно, надо тушь и голос потерять. Надо даже ... Ой, не перехватывает. Надо обязательно приходить к Богу. В этом, понимаете, заключается великий смысл. Какой... Допустим, вот мы... Мы не просто стоим в храме, да, совершая богослужение, да, а мы идем, совершая богослужение. То есть, с одной стороны, для нас крестный ход как-то не парадоксально, какое-то такое... какое-то такое облегчение, потому что стоять гораздо труднее. Стоять сосредоточенно, молясь, пребывая в каком-то молитвенном сосредоточении, молитвенном пении. И поэтому в определенном смысле слова даже вот так молясь во время движения в определенном смысле легче. Но с другой стороны, понимаете, мы этим своим передвижением, то, что раз мы выдвинулись из храма и пошли в народ. И кто-то ведь смотрит, крестный ход пошел, и у человека возникает потребность. Он осеняет себя крестным знамением. И вроде даже смотришь, человек как-то это неумело делает. И даже глаза такие изумленные, а рука сама как-то осеняет себя осенить крестом. Чувствуется, что мы этому человеку поможем. Тем, что мы вышли из храма, пришли к нему, можно сказать, мы встретились. И мы этому человеку поможем как-то ближе к сердцу веру воспринять. Так что крестные ходы очень много пользы приносят. Примерно около трех лет назад в поселке Северка, который территориально относится к железнодорожному району города Екатеринбурга был открыт православный приход. И вот наш монастырь, я в том числе занимаемся устроением духовной жизни в этом поселке. Там что-то проживает около четырех или пяти или тысяч человек. Поселочек такой небольшой. Православного прихода там никогда не было. И вот мы пока нет возможности там открыть или построить храм, мы туда периодически приезжаем, служим божественную литургию под открытым небом. Так вот уже было один раз в позапрошлом году, два раза в прошлом году и один раз в этом году мы служили на День Святой Троицы. Предварительно приезжаем исповедовать народ, затем на следующий день приезжаем служим литургию. Как раз там такая есть удобная поляна, между местной поселковой администрацией и школой. И вот там служим, певчие с нами приезжают. Одним словом получается такой вот праздник для всего поселка. С другой стороны мы совершаем и крещение тоже в летний период готовим, проводим беседы, готовим народ, а затем крестим в местном пруду, который располагается в заброшенном карьере. Там очень такая хорошая чистая вода. Вот в этом пруду, в открытом водоеме мы крестим народ. Каждый раз собирается несколько десятков людей. Тоже такое замечательное событие каждый раз получается. Я считаю, что ближе не то, что к Господу Богу, но это очень серьезное такое мероприятие. У меня и старший сын крещеный, вот у меня младший сегодня, наверное, и не спал, волнуется сильно. Ой, ну, я не могу конкурировать почему. Как-то, знаете, чувство такое, когда человек крещеный, мне кажется, более возвышенный человек, что ли. Вот ему более в жизни все удается, наверное, все-таки лучше для человека. Не могу сказать конкретно почему, не потому, что так надо, а потому, что человек лучше так быть крещеным. Это не то, что ближе к Богу, это ближе, к сердцу. Ну, вообще лучше. Так должно быть, мне кажется. Я пришла покрестить его племянника. Я буду его крестной мамой. Был крестный папа. Мама его не пришла. К крещению я отношусь очень серьезно. У меня уже есть одна крестница. Еще хочу второго и достаточно. Так как у меня постоянно в семье с этим все связано, к бреду крещения я отношусь нормально, в принципе, что вот так вот. И сегодня я пришла покрестить сына. Это будет значит, что он укрепится в вере. И потом, даже если, когда он вырастет, у нас сейчас как всяко преступности и наркомания, где-то может за счет этой веры я смогу его от этого спасти. мы с ним уже с конца 90-х вынашивали планы на крещение искупаться в проруби. То есть это было так значительно для нас и все никак не могли решиться. и вот уже второй год, то есть начиная с 2003-го мы вместе ездим в Северку. То есть Северка как бы подшефная. Подшефный поселок, то есть в плане православия. То есть отец славян взял ее под свою опеку. И то есть в крещение освещается водоем в Северке. И в этот день вот уже второй год подряд мы не изменяем уже традиции. То есть я уже это считаю традицией. То есть второй год подряд мы купаемся в проруби. Ну в принципе могу сказать, что второй год ни он, ни я не болеем. То есть как говорят, что после крещения не болеешь целый год до следующего крещения. То в принципе так оно и есть. Однажды совсем внезапно и спонтанно отца славяна посетила идея съездить в Чечню. Был 2000 год в самый разгар второй чеченской кампании, когда он прочитал статью о ситуации на войне в журнале «Итоги». Благодаря своему порыву помочь нашим солдатам, поддержать их, он, получив благословение владыке Викентия и на путь полковника полковника Ильи Константиновича Новожилова, он был с войсками связи сначала в Ханкалу, а затем в окрестности Шали. Первая наша командировка была всего лишь восемь дней, но эти восемь дней были такие очень насыщенные. Многих удалось и поисповедовать, и причастить. Многие изъявили желание креститься. Даже один мусульманин говорит, я обязательно обязательно вот все у меня такое железное намерение. Я, говорит, как-то вот относился к религии как-то вот так поверхностно, особенно в это не углубляясь и вот так вот по по своим предками мусульманин, но все крещусь. То есть на такое настроение у наших военнослужащих было очень очень такое разное. Бывало даже вот до такого хорошего самоотвержения. Нас верующие, военнослужащие очень благодарили за то, что мы приехали, потому что, говорят, каждый человек, который, но каждое новое лицо, особенно тот, с которым можно так вот пообщаться на духовные темы, это очень большая такая психологическая разгрузка. Мы понимали, что это действительно так и как раз очень радовались, что между нами установилась такое вот хорошее, доброе, теплое общение. Вот это взаимодействие, вот эта связь, она позволяет и другим людям вспомнить о Отечестве, что это вот не государство сегодняшнего дня только, а это и родители, и прародители, это все поколения, которые это государство строили, создавали, поддерживали, защищали. и вот тогда единая связь, она вот через духовное, через церковь, она объединяет сообщество. С одной стороны, есть мнение о том, что нужно вводить частях священника, с другой стороны, есть мнение, что не надо этого. Мы сегодня этот вопрос не обсуждаем и не поднимаем. Важно то, чтобы была у человека возможность своей душой пообщаться со своими родными и с близкими, с кем он не может, например, пообщаться по телефону, с кем он не может вот так быстро поговорить путем письма или телеграммы даже. А вот душой своей он может общаться. И это общение происходит на уровне молитвы, на уровне духовной. И общение это происходит наиболее благоприятное это в церкви, где им присутствует благодать Божия, где они могут и воздать своей любовью за любовь материнскую и через церковь, через тот приход, где родители живут, они могут получить эту благодать по материнской молитве. Крестить солдат приходилось в военно-полевых условиях. У отца Флавиана был с собой специальный таз, мини-купель. Ни реки, ни водоема поблизости не было, поэтому военнослужащих обливали водой из этой импровизированной купели. Вот в таких экстремальных условиях приходилось крестить наших военных. Мне запомнился один майор, у него была очень хлопотная должность, и он постоянно должен был делать начальство своему докладу, и поэтому даже на час отлучиться для него это было невозможно. И вот он так очень сильно скорбел, что не удается ему успеть, не удается как-то как-то отпроситься. И когда мы уехали из Ханкалы в окрестности Шали, то он очень по этому поводу скорбел. Зато когда мы вернулись обратно в Ханкалу, когда уже собирались уезжать, как раз в ночь перед отъездом, а ему как раз присвоили за дни, пока нас не было, ему присвоили звание подполковника. И мы как раз уже в палатке на ночь глядя, у него как раз было свободное время, то есть он мог временем располагать. И мы там уже чуть ли не в полночь прямо в этой жилой палатке совершили его крещение. Он и еще несколько военнослужащих вызвалось. Там буквально около пяти человек мы тогда крестили. И он такой радостный был от того, что все-таки все-таки ему это удалось. И для него сразу же было две радости. Присвоение очередного и вполне заслуженного воинского звания. И тут же он получил благодать Таинства Святого Крещения. Прямо никогда не забуду эти радостные и счастливые глаза. На войне очень сложно. На войне очень много различных трагических ситуаций происходит. Это очень тяготит совесть военнослужащих. И вот как раз нам окаялись бойцы, которые участвовали в таких военных действиях. Вот именно в том, что были вынуждены идти на жестокость. Есть такая даже поговорка «На войне неверующих нет». И поэтому воины, у которых есть хотя бы какая-то вера, хотя бы может быть небольшое горчичное зерно, все-таки все говорили, конечно, мы молимся, конечно, мы молимся. Пусть даже и не зная молитв, пусть даже своими словами «Господи, помоги, Господи, защити, Господи, дай силы, дай мужество». Воины молятся. Это в самом деле так. У меня жизнь-то идет такая вот очень будничная, такая очень, я чаще всего дома нахожусь. Как бы интересного для него-то ничего нет, но он даже вот в моей жизни, вот в такой, казалось бы, серой, находит какие-то вещи, такие веселые очень, очень такие, что есть над чем посмеяться, и мы смеемся вдоволь часто. Я хочу пожелать ему больших сил, которые будут выделять столько положительных эмоций и энергий, которая будет служить людям, для которых он, собственно говоря, и живет, и служит. Мне чтение повествований о жизни Иисуса Христа и всем том, что он сделал для человечества доставляло необыкновенную радость. И я каким-то образом вот в 88-м году вот всю весну и все лето проходил какой-то весь окрыленный, потому что мне для меня действительно это было откровение. Я действительно нашел смысл жизни. Я его искал в течение примерно четырех лет, и вот я его нашел. И это то, что мне нужно для всей моей жизни. Я так чувствовал тогда и чувствую это и теперь. Программа «Человек веры» заканчивается. Я надеюсь, наша сегодняшняя история не оставила вас равнодушными. До новых встреч! Храни вас Бог! Субтитры подогнал «Симон»